Всем привет! С вами Афиша Кино. По традиции начинаем с бокс-офиса России. Стекло сменило лидера проката. Военно-танковая драма Т-34 собрала за выходные 179 миллионов и преодолела рубеж в 2 миллиарда, но возглавил отечественный прокат триллер Стекло, выручивший на старте 317 миллионов. Сплит предыдущий фильм из этой серии в первый уикенд заработал значительно меньше. У второй новинки недели мультфильма Астерикс и Тайное зелье 38 миллионов и четвертое место. Обойти полицейского срублевки анимация не смогла. У новогоднего беспредела уже больше полутора миллионов, но сборы упали на 56 процентов. Праздник кончился, эту елку пора вынести. На этой неделе в кинотеатрах много интересного, хотя и без безусловных блокбастеров. Начнем с моря соблазна. Маркер 18+, это триллер. В главных ролях Мэтью МакКонахи и Энн Хэтуэй. По сюжету, капитану рыболовецкого судна Бейкеру Дилу, ведущему скромный образ жизни, является его бывшая жена. Она теперь живет в Майами, у нее богатый муж, но очень несчастливый брак. Женщина просит помочь ей избавиться от жестокого супруга, просто выйти в море и сбросить его за борт. Смотрим трейлер. Смотрим, скормил акулам. Кажется, она приехала только ради тебя. Не поддавайся соблазну. Не путай добро со злом. Считается, здесь ничего невозможно скрыть. У нас завтра важный день. Мне известно про ваш план. Но, похоже, я один чего-то не знаю. Как это объяснить? Что ж, удачного тебе дня, Дил, и сделай правильный выбор. Прошу, помоги мне побороть искушение. Возьмешь его с собой? Ты сошел с ума. Жена предупреждала меня о твоем упрямстве. Что-то не так. Ты мне расскажешь, в чем тут дело? Далее драма тоже с маркером 18+. Фильм «Красивый мальчик» расскажет о жизни Дэвида Шефа, у которого явно начинается тяжелый период. Его сын Ник подсел на запрещенные препараты. Отец не может понять, что подтолкнуло ребенка. Он растет в комфортных условиях, в любящей семье. Развод родителей Ника прошел без скандалов. Он даже продолжает общаться с матерью, которая живет в Лос-Анджелесе. В попытке найти ответы, Дэвид начинает вспоминать, каким раньше был его сын. Тебе всегда надо все контролировать. Что за бессмыслица? Ты и сейчас пытаешься! И че? Позволь нам помочь. Мне ваша помощь нафиг не нужна! У меня были большие планы. Я думал, он закончит колледж, займется потрясающим делом. Теперь я хочу одного, чтобы он не умер. Ты изменился, Ника. Посмотри на меня, папа. Вот он я, здесь. Никакими словами на свете не описать, как крепко я люблю тебя. Я люблю тебя больше всего на свете. Прости меня, пожалуйста. Завязать очень сложно. Но я люблю мою семью. И я хочу, чтобы они гордились мной. Я понимаю, как тебе страшно. Но это пройдет. Плохое всегда проходит. Ник, ведь ты потрясающий. Ты обязательно вспомнишь это. Ты обязательно обретешь себя. Непревзойденный частный сыщик Шерлок Холмс и его преданный напарник доктор Батсон берутся за расследование преступления в Букингемском дворце. Эта незадачливая парочка постоянно влипает в неприятности. И потому их ждет множество приключений. Они наживут себе врагов, столкнутся со злым гением Мориарти, а также попытаются защитить саму королеву Англии. Смотрим трейлер фильма «Холмс и Ватсон». Шерлок Холмс. Его методы просто гениальны. Вот тут. Он великолепно маскируется. Куда вы подевали Шерлока? Но, дорогой Ватсон, я никуда не уходил. Потрясающе! И у него невероятно блестящий ум. Направление удара плюс правильная позиция равняется убитому комару. Прекрасная работа, Холмс! О, боже! Ватсон, остановите их! Убийство в Букингемском дворце. Раскройте это дело за четыре дня, или я убью королеву. Подписано профессором Джеймсом Мориарти. Пойдемте, Ватсон, нам еще убийцу ловить. Да, что, правда, Шерлок? Давайте приступим к аутопсии. Я доктор Грейс Харт. Женщина-врач? Невозможно! К счастью, у нас есть настоящий доктор. Да. Хотите героину? Мне осталось жить всего два дня. Раскройте это дело. Ваше Величество, вы не против сделать совместную фотографию? Ватсон. А кто сделает фотографию? Я сделаю. С помощью этого можно фотографировать самого себя. Он ваш большой фанат. Клянусь, я это делаю в первый раз. Привет, девчонки и девчонки! На сладкое мультфильм для всей семьи. Отечественный. Волки и овцы. Ход с виньей. В объединенной деревне и волков и овец царят дружба и процветание. Но оказывается, что некоторым соседям это все ужасно не нравится. К поселению подступаются чужие. И всем грозит страшная опасность. Смотрим трейлер. Ваш союз с овцами просто отвратителен. Они грозят войной. Я в восторге от твоего потрясающего аппетита. Ой, кто тут у нас из стаи противника? Ну, она догонила. Это хитрый вражеский ход. Чтобы мы подумать не могли подумать, что на нее можно подумать, а потом подумать только. И раньше надо было думать. Билгор! Билгор! Кто-то то и дело ссорит ребят между собой. Какие ж тут тренировки, если парни не доверяют друг другу? Да? Чего хотел Родольф? Да просто гляжу стоять. И дай, думаю, подойду по базаре. Герой — это не тот, кто не ошибается, а тот, кто признает свои ошибки. Мы должны бороться за свои убеждения и право жить в мире. Чёрных-то мы на раз-два уделаем. Далее новинка «Отечественная». «Бабушка лёгкого поведения. Часть вторая. Престарелые мстители». В главных ролях Александр Рева, Глюкоза, Дмитрий Нагиев и другие. По сюжету аферист Саша Рубинштейн и команда пенсионеров переезжают в Москву. Однако внезапно их безмятежной жизни приходит конец. Бездушный олигарх Бородин банкротит банк, в котором находятся все сбережения героев. Чтобы вернуть свои деньги и отомстить обидчику, Саша и организованная пенсионная группировка вновь объединяются. Смотрим трейлер. Волыну сейчас всех положу! Тон, ты что, придашь-то? Мы так не репетируем. Ты сейчас людей поубиваешь. Их попробуют лишить пенсии. Да успокойтесь, бабушка! Это была программа Афиша Кино. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Выбирайте качественные фильмы и до скорой встречи в кинотеатрах города.